Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на модификацию, которая меняет наш стандартный автомобиль, Сацуму, на, мать его, БТР. Свежая моделька для MySamaCar, которая подойдет отлично для всех, кому уже надоели всякие эти ВАЗы, Мерседесы и прочие автомобили. Здесь вам, вот смотрите, друзья, практически полноценный БТР. Ядрите его в сраку. Вот это действительно неожиданно. Я ожидал какую-нибудь десятку увидеть, восьмерку или двинаху, но уж точно не БТР. Вот так он выглядит, друзья. Давайте сейчас внимательно осмотрим. Но на самом деле тут смотреть особо не на что, потому что, по сути, это стандартный наш автомобиль, который съеден был БТР. Потому что он внутри вот здесь вот остался, друзья, даже кузов, все это есть от нашего автомобиля. И, по-моему, все-таки некоторых деталей, да, некоторые детали отсутствуют все же. Но, тем не менее, даже, смотрите, и багажник есть, и крылья передние остались, капот, все это есть, бампера. Можно, конечно, убрать, например, бампер передний и задний, чтобы он так не выделялся. Можно, ну, стекла ты никак не выбьешь задние, например. Передняя лобовуха еще можно убрать, чтобы оно, чтобы это стекло не выделялось. Здесь, вот, как вы видите, прям рамка виднеется из-под брони нашего БТРа внезапно. И, кстати, вот, смотрите, какая обшивочка появилась в недавнем обновлении, как раз на зиму. Вот такая вот симпатичная. Мы снимать ничего не будем, все так и оставим. Я только перекрасил наш БТР. Для того, чтобы его, кстати, перекрасить, нужно всего лишь баллончиком спрыснуть именно на кузов автомобиля, и сразу весь БТР окрасится. Ну, я выбрал такой цвет, наиболее подходящий к военной тематике. И, как вы видите, ну, более-менее нормально, более-менее сносно выглядит. А так мой автомобиль вообще был в красном цвете. Вот, вы сейчас по капоту это можете увидеть. И БТР в красном цвете крайне странно выглядел. Итак, что мы здесь видим? Отсутствие гусеницы и с этой стороны, и с той стороны. Ну, естественно, это и понятно. Можно было, конечно, реализовать гусеницу просто моделькой, но она бы, естественно, не работала никак абсолютно. Просто была статичной моделькой. Мы будем, понятное дело, на колесах, друзья, ездить. И больше ничего сказать особо про эту модельку нельзя. Вот здесь вот люк, смотрите, имеется. Залезть мы, естественно, не можем. Нам нужно будет нащупать дверь, чтобы попасть внутрь. Башня не поворачивается. Здесь, естественно, никакое вооружение не работает. Это, опять же, только моделька. Даже антенна, вот смотрите, тут имеется. Это, опять же, моделька, которая абсолютно никак не функционирует. Так, окей. Блин, что-то мне пить сильно захотелось. Давайте, наверное, воспользуемся плагином сейчас. Или можно пивка долбануть. Давайте все-таки плагином воспользуемся. Потребности все уберем. Правда, стресс не убирается, кстати, этим плагином. Так, и залезем. Залезем в наш БТР, друзья. Вот таким вот образом вам нужно нащупать дверь. Открывайте ее. Дверь теперь торчит прямиком из модельки. Мы вот здесь вот просачиваемся, друзья. Не знаю, каким способом, каким-то молекулярным. Просто просачиваемся и оказываемся внутри. Захлопываем дверь. И здесь, смотрите, мы можем хоть что-то увидеть. Увидеть, куда мы поедем. Обозримое пространство. И мы тут как раз можем заметить, что убрано. Какие части нашей сатсумы. Можем вот поглядеть на бензобак. Днище, как вы видите. Пол днища убрано. Вот здесь все еще более-менее. Выхлопная труба. Мы тоже можем ей насладиться. И, собственно, больше и сказать-то нечего. Использовать по назначению зеркало заднего вида мы особо не сможем. Потому что вон там куча деталей. И очень трудно разобрать, что там вообще сзади находится. Но да ладно. Естественно, наша сатсума прочнее не стала. Это все та же, опять же, еще раз стоит, думаю, это упомянуть. Это все та же сатсума. Все та же наша машина. Так, присаживаемся, друзья. Друзья, заводимся. Давай, заводись. И погнали. Сейчас посмотрим, как это выглядит со стороны. Так, ручник, правда, не вырубил. Газуем. И погнали. Друзья, посмотрите, как шустро-то, а. Вторая передача. Так, разворачиваемся. И поехали. Просто полетели, друзья. БТР, ракета, буквально. Так, ну и, конечно же, не обойдется, друзья, без железнодорожных путей. Сейчас мы туда и направимся. Давайте здесь развернемся и протестируем БТР на прочность. Посмотрим, как его расплющит под поездом. Блин, смотрите, можно за подвесочкой наблюдать теперь, потому что все прозрачно. Так, разворачиваемся. Вот таким вот образом, собственно, вы и будете ввести БТР через вот эти вот дырочки. Ну, на самом деле, разборчиво все. Если смотреть в зеркало заднего вида, все достаточно разборчиво и понятно. Так, сделали такую петлю. Теперь разворачиваемся. Даже если, смотрите, виртуальную... Виртуальное зеркало врубить. Тихо, тихо, тихо. Как несется-то? Даже если виртуальное зеркало врубить, там, смотрите, отображаются детальки. Ну-ка. Погнали. Идеально просто, друзья. Так, по кочечкам. Третья передача. Будет забавно, наверное, смотреться, если мы разгонимся на асфальте, например, где-то до 150 км в час. Хотя, не знаю, может, и существуют БТРы, которые сильно разгонятся, но явно не этот представитель. Так, я немножко застрял, кажется. Включаем первую передачу. И давайте попробуем отсюда выбраться. Нет, сами по себе БТРы, конечно, достаточно быстрые. Это все-таки не танк. И есть, конечно, БТРы с колесами, а не на гусеничном ходу. Вот, смотрите, кочечки. Проезжаем. Отлично. Выезжаем обратно на дорогу. Вторая передача. И погнали дальше. Но именно этот БТР вроде как все-таки на гусеничном ходу. Мне кажется, если уж натягивать модельку БТРа, надо было выбрать все-таки колесный. А не вот такой вот. Колесный хотя бы смотрелся более-менее нормально. Можно было как-то наружу вытащить колеса. От стандартного нашего автомобиля. И это бы хотя бы более-менее смотрелось. Так. Ой-ой-ой, разворотик небольшой. Притормаживаем. Первая передача. Дрифт, друзья. Немного дрифта. И уезжаем обратно на дорогу. Вообще, кстати, подошел бы отлично под все это дело грузовик. Как раз-то. Потому что у него не четыре колеса. И найти бы модельку какого-нибудь БТРа колесного. И подошел бы идеальный грузовик под все это дело. Он и длинный достаточно. Так, смотрите. Летим просто. Просто как ракета. Мы уже практически приехали до железнодорожных путей. И сейчас надо, наверное, пригласить каких-нибудь испытателей. Танкистов. Да, и мы, наверное, одного засунем внутрь, например. А другого сверху куда-нибудь посадим. И посмотрим, что из этого получится. Очень интересно посмотреть, погнется ли эта моделька как-нибудь при столкновении с поездом вообще. Или ничего с ней не произойдет. Ну, вылетят, естественно, двери, капот и так далее. Но на самой модельке БТРа это никак абсолютно не отразится. Поэтому некий интерес все-таки есть. Итак, наш БТР уже припаркован и ждет своей участи. Правда, я ручник не врубил. Но я думаю, далеко он не закатится. Где-то вот сюда вот докатится. Хотя, блин, лучше все-таки, наверное, врубить ручник. На всякий случай. Вот так поставим на ручник. Хотя он все равно, смотрите, медленно, но верно катится. Так, и давайте приглашать наших гостей. Будем делать это с помощью плагина MS Tuner. Так, кого бы нам посадить? Ну, давайте всех подряд, на самом деле. Так, одного приглашаем. Так, тихо, тихо, тихо. Ты куда поехал, братишка? Подожди. Стой! Блин, и не догнать. Херда гонишь, смотрите, в поля куда-то. Поехал. Понял, к чему все дело идет. Так, отдохни пока здесь. Не-не-не, не переворачивайся. Ах ты, сукин сын, хитрец. Хочет сдриснуть отсюда побыстрее. Так, все, вот тут и отдыхай. Далее. Кстати, надо, наверное, вот так вот в воздух подняться, чтобы они сразу помирали. Так, следующий. И еще вот этого братишка. Мы спавним. Вот, отлично. Эти сразу обезвредились. Хотя нет, с Федькой еще до сих пор все в порядке. Давайте его вот так киданем. Так, и теперь последнего нашего гостя. Замечательно, друзья. Ну, ничего, конечно, замечательного в этом нет. Мы просто убили три человека только что. А вот и поезд, кстати, проезжает. Но рановато. Мы дождемся. Мы дождемся, как поезд поедет снова. Так, вырубаем теперь этот плагин. И давайте засовывать наших подопытных. Так, сначала пойдет нас Ленька. Блин, кажется, он немного застрял. Все нормально. За голову его просто тащим, друзья. Его мы поместим внутрь нашего БТРа. Давайте как-нибудь попытаемся это сделать. Возможно, сейчас я переверну машину. Или что-то такого рода произойдет. Будем надеяться на лучшее. Тихо. Не закрывать дверь-то. Так. Засовываем. Ну да. Ну вот, я предполагал, что подобное произойдет. Потому что очень трудно. Я не вижу проема этот дверной. Снова открываем. Давайте еще раз попробуем. Но практически получилось. Я тут, по-моему, даже за ручник дернул. Да еб твою мать. Перестань. Дверь. Автоматические двери. Черт бы их побрал. Так, быстро. Хватаем. Отлично. Успел вроде как. Но я машину поднимаю теперь. Давайте его немного развернем. Завернем. Так. Во. Залезает. Тихо-тихо-тихо. Куда же ты вываливаешься-то? Не, ну хрен у нас два, по-моему, запихнем. Хотя вот запихнул, друзья. Все. Дверь, ты можешь закрываться. Так. Отлично. Запихнул. Ну, дверь не закроется. Надо и насрать, на самом деле. Так. Следующая. Следующие ребята. Давайте. Теперь идет у нас Антоха. Хватаем его. Его мы куда-нибудь сверху расположим. Так. Ну, это под самый конец. Пусть пока здесь отдыхает, как уже БТР проведем на железнодорожные пути. И последний у нас испытатель. Так, погодите, а куда он вообще делся? Я только сейчас заметил, что машина пропала вообще. Федькина. Она куда-то укатилась? Эм... Че за дела? Федька, ты что, убежать решил? Нет, ты от меня не убежишь. Так, телепорт. Он еще и живой. Он снова заспавнился, что ли? Какого хера, Федька? Мы так не договаривались. Хватит дрифтить. Лучше вот так вот прыгни. Оп. Нет, он до сих пор живой, зараза. Этого так просто не возьмешь. Давайте повыше даже подлетим. Все. Наконец-то мы его обезвредили. Так, и вот его я не знаю, куда запихать, на самом деле. Куда он делся? А, все нормально. Он на месте. Его даже не знаю, куда запихать. Но тоже куда-нибудь сверху, наверное, положим. Аккуратненько его. Рядом с Антохой. Пока вот сюда вот. Пусть обнимаются. Занимаются, в общем, своими повседневными делами. Так, и... Ну, все, наверное, больше я не знаю, что сделать. Можем, конечно, еще взять на трос какой-нибудь автомобильчик. Почему бы и нет? Так, мне вот интересно. Да, пустит ее, Ленькину машину. Мне вот интересно. Когда мы обезвредили водителя, мы можем сейчас взять на трос эту тачку? Или нужно обязательно, чтобы она была с водителем? Давайте сейчас проверим. Нет, пох... А, нет, могу, смотрите. Да? Ну, давайте еще прицелим трос. Вот так вот. Ну, и все. В принципе... В принципе, я готов. Давайте посмотрим, не идет ли поезд. Вроде как нет. Тогда поехали, друзья. Устанавливаем наш БТР. Аккуратненько. Блин, сейчас выпадет. Сейчас тублюдок выпадет, скорее всего. Аккуратно вот сюда вот. Хотя нет, вроде не выпал еще. Так, отлично. Теперь вырубаем этот плагин. И сажаем наших танкистов, друзья. Три танкиста как раз. Хоть это и не танк, не совсем танк. Так, ну куда ж ты? Блин, твою мать. Сейчас я буду с ними... С ними тютешкаться. А поезд уже приедет. Сиди смирно. Так, следующий. Не знаю, что я творю вообще. В чем смысл, друзья? В чем смысл? Все, они уже готовы к бою, друзья. Машет нам, конечно, Ленька. Спасите, помогите. Я не хочу помирать. Но что поделать? Война никогда не меняется. Сейчас война всегда одна. Как сказали бы локализаторы из Фоллаута. Так, ну что, поезд где-то? Долго тебя теперь ждать? Все уже готовы. Прямо не терпится им, смотрите. Мне кажется, рано или поздно кто-то из них свалится все-таки. Но будем надеяться, что поезд раньше приедет. Да, первым сдался Федька. И Антоха следом. Ладно, у нас, в принципе, еще есть время, судя по всему. Он лежит и смирно. Так, Антоха, давай-ка и тебя усаживаем назад. Не сдавайтесь, ребята. Все будет хорошо. Я практически уверен. Так, тихо, тихо. Все, нормально. Блин, задницу вставили. Готовы, видимо, предстоять перед врагом. Блин, ну сейчас свалится этот блюдок свалится. И поезд, кстати, уже едет. Ай, тихо, 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 тихо. Вот так. Все, отдыхайте, ребята. Давай, поезд поднажми. Отлетаем, друзья, вот сюда вот куда-нибудь. Только не в дерево. Чтобы нам было видно, чтобы хорошо можно было рассмотреть. И у нас, кстати, стрессовая ситуация как раз. Ё-моё, какие пролаги, друзья. Разнесло все. И до сих пор лагает. Да, вот это жесть. Так, разнесло всех начисто, конечно. И до сих пор лаги. Подпрыгнул. В конце у нас это кто? Антоха, по-моему. И после такого надо закурить, друзья. А то я сейчас сдохну от стресса. Вот это стрессовая ситуация. Так, стрессовая ситуация. Итак, что же произошло с нашим БТР? Спросите вы. Ничего. Абсолютно он никак не пострадал. Может быть, имеются какие-то вмятины, но они никак не заметны. Естественно, машина по-крупному пострадала. Двери все выбило. Капот, багажник, бензобак и прочее. Ну, все как всегда. В общем, давайте даже сделаем вот так вот. И немного сместим наш БТР. Ну да, он немного помялся. Вот, смотрите, с этой стороны. Вот тут вот вмятины. Но в итоге он практически цел. На самом-то деле. Особо он не пострадал. Я рассчитывал все-таки, что его дико как-то зажует, пережует. И он будет похож на прожеванную жвачку. Но нет, смотрите. Особо он-то и не изменился. Да, есть вмятины. Вот сзади мы видим вмятины. Со всех сторон практически вмятины. Но они небольшие. Вот такая вот модификация, друзья. А на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок, Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok